Пять новых доброцентров откроют в Хабаровском крае в 2023 году. Они помогут объединить работу всех добровольцев. О развитии волонтерского движения говорили на заседании Президиума регионального правительства. И подробности в следующем репортаже. В Хабаровском крае действует почти 600 добровольческих организаций и 4 ресурсных центра. Наиболее масштабную помощь волонтеры оказывали в 2020 году во время пандемии коронавируса. А именно тем, кто находился дома на самоизоляции, а также в красных зонах госпиталей. С февраля прошлого года добровольцы занимались сбором гуманитарной помощи для переселенцев с Украины. А после объявления о частичной мобилизации их деятельность расширилась. Помощь военнослужащим, мобилизованным гражданам, а также их семьям. Комитет по делам молодежи уделял особое внимание перестройке процессов штабов под актуальные нужды. Такие как организация деятельности волонтеров на складах в региональном и муниципальном центрах. Тему развития добровольческого движения обсудили на заседании Президиума регионального правительства. По словам губернатора Михаила Дегтярева, волонтерские объединения надо привлекать как можно больше жителей края. Так, в прошлом году в регионе появилось четыре самоорганизованных группы. Одна из них – жены мобилизованных. Они помогают сортировать и формировать гуманитарный груз для тех, кто находится в зоне СВО. Для этого объединению подобрали помещения для сборки и хранения посылок. Поддержка волонтерского движения – один из нравственных приоритетов нашей работы. В рамках флагманской инициативы «Края инноваций и новых возможностей» мы реализуем опорный проект «Дорога молодым». А его цель – увеличить к 2025 году число граждан, вовлеченных в добровольчество до 110 тысяч. Объединить работу волонтеров помогут доброцентры. Это специальные площадки, куда могут обратиться люди и организации для получения поддержки и помощи в добровольческой деятельности. В прошлом году в регионе открыли два доброцентра – в Бикини и Хабаровске. В этом году появится еще пять.